Ну, наверное, самое интересное, что привез Теплодар на выставку Акватерн 2020, это свои котлы. Причем котлов привезли немного, буквально две штуки, но интерес к ним есть. Вы сейчас поймите, почему. По традиции толкется народ возле этих котлов. Сейчас мы тоже пробьемся к ним. Это новый котел Купер ПРО. Володя, привет! Купер ПРО 22, опять же 2.0. Универсальный котел длительного горения Купер ПРО 22. До 12 часов работы на одной закладке угля. Объем топливного бункера 51 литр. Большая широкая загрузочная дверца с пламя-отбойником. Блок ТЭН по традиции можно установить. Регулятор тяги. Увеличенный шаг трубного теплообменника для легкой очистки. Сейчас проверим, посмотрим. Термометр. Диаметр дымохода 150 мм. И давление до 3 атмосфер. Масса котла 136 кг. Мощность 22 кВт. Диаметр дымохода 150 мм. Площадь помещения до 220 мм. Ну, сразу заметим. Шагринь ушла полностью из дизайна котла. Глянец. Такой графитовый глянец. На верхней поверхности термометр. Тут же есть патрубок для отвода воздуха или установки элемента группы безопасности. На левой поверхности все так же два выхода. Обратка и подача. Штуцер для установки регулятора тяги. Но, я тоже этот котел посмотрел. Но, друзья, это уже не оранжевый цвет. Это цвет, который наверняка имеет свое собственное обозначение. В таблице цветов прав. По-моему, он больше всего напоминает ЦУРИК. Логотип. Новый логотип. Купер ПРО. Силиконовые ручки. Фирменные силиконовые ручки. И большая, даже не большая, а широкая дверца для загрузки топлива. Прочистная дверца. Здесь все по старинке. Дверцы, кстати, очень легкие стали. Очень легкие. И дверца ящика зольника. Ну, здесь все элементы на месте. Поддувало. Подача вторичного воздуха. Петелька. Здесь петельку поставили. И что теперь мне с этой петелькой делать? Регулятор тяги цеплять. Что же еще? Теперь нужно регулятор тяги цеплять куда? И туда, и туда? Куда хочешь. Хочешь вниз? Вниз хочешь вверх. А как рекомендует производитель? Вниз? В основном. Ладно, хорошо. С правой стороны элементов уже поменьше. Два патрубка для подачи обратки. На тыльной стороне выход дымохода. Здесь, кстати, видно, что наверху есть ряд водотрубного теплообменника. И две пластины пемпломе отбойника. Сейчас подсвечу внутрь и посмотрим, что же там спряталось. Водотрубный колосник. И смотрите, как сделали интересное. Это профилированные пластины пламя отбойника. Давай, подержи. И заодно расскажи мне, почему вы сделали такими пластинами пламя отбойник? Ну, во-первых, если... Вы типа ходы там сделали как-то, нет? Если говорить про топку. В принципе, увеличен объем топка. И расстояние между теплообменниками тоже увеличено. И удобство прочистки. На этом отбойнике имеется отгиб, чтобы увеличить длину входа пламени. Соответственно, выше его завернуть. Это ключевое отличие в топке. По габариту, я сразу скажу, 22-я порошка стала в габарит 28-й. Ну, стала глубже топка. Она явно длиннее стала, да? Да, она и длиннее, и выше. Соответственно, здесь закладка увеличилась процентов на 30. По объему. Ну, здесь все без изменений. Небольшие нюансы еще. Теперь все двери у нас регулируемы. Все запорные механизмы легко. Там две гайки оттянули, поправили, чтобы все плотненько закрывалось. Ну, и здесь лоток вот сделали. Ну, тогда закрывался. Ну, если мешает, для почистки, ну, еще что-то такое. Ну, он как и защитный, чтобы дверка не прогоралась. Мне показалось, что дверцы стали легче. Зря. Есть нюанс, если посмотреть на верхнюю дверку, во-первых, она стала шире. Да, вот она явно отличается по ширине от нижней дверцы. Средняя стала выше. По габаритам. То есть можно дровами полностью, практически до пламя отбойника уложить, и тем самым увеличить битильность сгорения на одной закладке дров. Верно. Еще есть нюанс небольшой по ручкам. Здесь специальные шайбы проложены из антифункционного материала. Называть не буду из такого. Поэтому будет плавно ходить на протяжении всего срока службы. Также легко подтягивается, в случае чего. Регулировка также происходит и оси, если необходимо. Ну, давай прикроем. И новая ручка из жиростойкого или термостойкого. Термостойкий силикон. Термостойкий силикон. На ощупь лучшего я не трогаю, чем в жизни. Жениться тебе надо. Из котлов, прошу заметить. Ну, слушай, ну, в принципе, как бы нововведения интересные. Чем обусловлен уход от фирменного цвета? Теплодара, от оранжевого. На самом деле здесь не ухода фирменного цвета. Это его модернизация в комплексе. В ключе. Потому что, когда мы задумались, куда нам идти, мы поняли, Купер все-таки ассоциируется с оранжевым цветом. Это выходить нельзя. Поэтому мы просто взяли текущий и сделали его лучше. Как ни странно. Тем более, после того, как рынок начали уже заполонять, наверное, котлы. Такого же оранжевого цвета, как у нас, нам необходимо было просто показать, кто все-таки это, кто законодатель моды в оранжевом цвете котлов. Поэтому мы пришли к такому варианту. Но здесь еще вы закруглили края. Да? Это один из элементов тоже дизайна. Все закругленные края. И глянцевая поверхность. Ну, вы над глянцем еще думаете? Либо же вы уже окончательно определились, что это будет вот прям новая линейка, в новом виде. И вот именно в таком цвете. И именно с такими элементами в дизайне. Это серийные изделия? По сути, да. Пока мы здесь стоим, общаемся, уже установочная партия изделий собирается, едет практически на склад. После чего мы начинаем их выпускать в серии. Леш, а вот Купер ПРО 22 версии 2.0, он заменит в ассортименте компании предшественника? Да, естественно. Мы, как только запускаем новые изделия, старые у нас выводятся из ассортимента. Сразу скажу, уже 28-я крошка в таком же внешнем виде. Также на подходе, со всеми улучшениями, с которыми мы здесь поговорили. Здесь, если заметили, а также отмечу увеличенное вытянность деления на одной закладке. Ну, да, это я видел. Увеличением объема загрузки. Да, простой геометрией решили такую сложную задачу. То есть, как бы, это... Ну, решение, которое лежало на поверхности, вы, собственно, его и доработали. Еще вопрос. А как это отразится на стоимости котла? Он явно стал больше. Он стал больше весить. Масса 136 килограмм у этого котла стала. По-моему, чуть меньше, там 110 где-то весит, да? Как это отразится на розничной цене? Розничная цена на старте, да и в ближайшее время без изменений. То есть, она будет один в один со стоимостью котла, который до этого продавался серийно. Но есть нюанс. Здесь из комплекта поставки мы убрали блок-тейн. Ну, да, чтобы понимали. Ну, еще нужно понять, насколько он был востребован клиентами. Да, конечно. Как аксессуар он остается, возможности его установки имеется. Здесь также можно 6-9 киловатт-тейн установить. Но единственное, что я смотрю, выход патрубки стал меньше. Полтора дюйма? Сейчас. А, нет, полтора дюйма. Здесь полтора дюйма, это наш стандарт. На текущий момент. Ну, то есть, максимально можно установить 9-киловатт-тейн. Потому что, да, если не ошибаюсь, только надо проверить, пройдет ли он по длине. Я не хочу сейчас просто обмануть людей. Ну, это мы посмотрим. Еще одна новинка. Это Купер Мега. Это прям целая линейка, я так понимаю, открывается. И тоже котел в таких же, в новых фирменных цветах от Теплодара. Все-таки я предполагаю, что это новые цвета. И котел сверх длительного, вариативного горения. Я уже успел с ним познакомиться немножко так, когда сидел на стеде компании Теплодар. Рассматривал ролик. И какие-то краткие характеристики этого К2 я уже успел уточнить. Так вот, этот котел понравится тем, кто хочет по максимуму использовать эту железяку в своем хозяйстве. Использовать его на все 100%. И добиться максимальной длительности на одной закладке, будь то дров, либо угля. Именно дров и угля. Потому что здесь он работает как на угле, так и на дровах. Топка у него очень широкая. И поэтому можно коротыши, дрова короткие, укладывать в топку. И топить. Варианты горения у него есть как нижнего, так и верхнего. Верхнее горение используется скорее для работы на дровах, а нижнее в классическом варианте трехходового котла на угле. Здесь по задней и передней стенке этого котла есть перфорированные пластины, которые позволяют воздух из-под колосниковой зоны добавить вверх. Это вот при верхнем горении. А переключение между режимами горения осуществляется с помощью ручки, которая установлена на боковой поверхности котла. Вот здесь как раз Алексей Ибану, руководитель отдела маркетинга компании Теплодар, объясняет своим партнерам принцип действия котла. Это получается критичная подача воздуха в зависимости от того, на чем он работает. Это либо для нюзи, или нет, или для горения. Мы сейчас дождемся, когда очередь котлу станет поменьше и обязательно его подснимут. Купер Мега 20 Также у него два варианта подключения, либо с левой, либо с правой стороны. На боковой поверхности мы видим очень необычное решение. Это две задвижки для подачи третичного воздуха. Причем они используются при разных режимах работы котла. Если не ошибаюсь, то вот эта задвижка работает, когда подается воздух при работе котла на угле, а эта задвижка работает при верхнем горении для дожигов газов, которые работают в режиме, когда котел работает при верхнем горении. В основном на дровах. Регулировка простая. Закрыл, открыл. Прочистной лючок. Прочистной лючок. Похулиганин его откроем, посмотрим, что там такого для обычного. Простая конструкция. Видно, что можно очистить его как с левой, так и с правой стороны. Тоже довольно удобно, если вы устанавливаете котел к стене, либо с левой, либо с правой стороны, к нему подлезть в любом случае можно. Краткая инструкция про розжигу котла и выводу его в рабочий режим. Если эта штука будет на серийных изделиях, такая красочная, красивая, подробная, я думаю, без проблем пользователь будет справляться. с эксплуатацией котла. Здесь два варианта. Работа на угле и работа на дровах. Большой, большой рычаг шевеления углей. И вот с правой стороны как раз то, что мы с вами смотрели слева, створка очистного лючка. В принципе, даже вот посмотрим на эту картинку, будет понятно, как котел работает. Видите, что дрова уложены плотничком. И котел работает в режиме верхнего горения. При этом также задействованы его два тыльных колодца. при работе котла в режиме нижнего горения, то есть при работе на угле, задействовано, конечно, больше элементов водяной рубашки котла. И я думаю, что в этом случае эффективность работы будет, конечно же, полыше. Соответственно, и длительность горения может быть полыше. Что, в принципе, совершенно понятно и прогнозируемо. Перевод режима горения осуществляется с помощью вот этой ручки. сейчас она зафиксирована в нижнем горении. Вот этой вот створочкой, вот этой створкой под номером 2 регулируются ходы дымовых газов. Сейчас котел в режиме нижнего горения и режим верхнего горения переключается простым движением. Ну, а здесь все понятно. Розжига работа. Делаем в режим розжига облегчаем ход дымовых газов. Когда котел перешел в рабочий режим, снова пускаем с творжига. На правой стороне находится как раз рычаг для шевеления углей. Здесь фиксирующая скоба. Если у вас котел установлен правой стороной к стене, можно этот рычаг переставить на левую сторону. Очень просто. Причем, можно будет переставить и скобу. Специально здесь есть резервные отверстия с резьбой. Ну, а так давайте попробуем заглянуть еще раз в загрузочный бункер. Очень большая, очень большая загрузочная шахта. Конечно же, подача воздуха в колосниковую зону огромнейший, просто невероятных размеров ящик зольника. И механизм щевеления углей. Все работает. Все изготовлено очень качественно. Единственное, конечно, меня смущает глянцевая поверхность, потому что здесь остаются и пальцы, и царапки при перевозке наверняка будут. Поэтому такое решение все-таки спорное. Но, тем не менее, посмотрим, какова будет судьба котла Купер Мега. Очень необычный котел. Здесь еще умудрились ставить патрубок для сбросника, чтобы можно было полностью избавиться от воздуха. Заглянем внутрь котла. вот так работает режим нижнего горения, когда задействованы все шахты котла. А вот в этом позиции, в этой позиции работает режим верхнего горения, когда одна из шахт не задействована. опять же, здесь можно посмотреть, как работает розжиг. Упрощаем розжиг, открывая вход дымовых газов. растопили котел, закрыли обратно створку и поехали работать. я так понимаю, в комплект котла еще входит набор вот этих аксессуаров. Пока что неизвестная мне штука. Сейчас спросим, что это такое. скребок с кочергой, шуровка и кочерга. Лен, что это такое? Это тоже да. 300 отсюда. А, сверху, да? Да. А вот эта штука нижняя. Это нижняя для того, чтобы перекрывать горение на верх. Она тоже устанавливается? она устанавливается вот здесь. Пока пламя ставится сюда. Понятно. То есть для того, чтобы перевести котел с одного режима работы на другой, все равно нужно его останавливать и устанавливать вот этот лист. Ну ладно, хорошо. То есть только один раз ты выбираешь изначально каким режимом горения или по нижним. Если по лесу угольный, то это будет защититься? Соответственно, вот этот лист нам нужен только для того, чтобы защитить верхнюю дверку от прогорания. Это отгойник пламени для вот этой дверцы. Ну все, супер. Защитный лист вкус. Друзья, мы будем вместе с вами активно следить за судьбой новых котлов от компании Теплодар. Посмотрим, как они в новые облицовки пойдут в продажу, как будет реагировать покупатель на эти котлы. Но тем не менее, конечно же, идея очень интересная сделать котел с максимальным объемом топки в своем размере и сделать при этом настолько эффективное горение, чтобы продлить работу котла на одной закладке дров до до скольки? До 36 часов. Именно эту цифру озвучивает производитель. Посмотрим, каков он будет в деле. в деле.